Доброе утро! Мы начнем сегодня не с похода в школы, там, отведить детей туда-сюда, а сразу же я позавтракала и еду на тренировку. Еду на тренировку, хочу вас взять в Манеж. Не, не в Манеж, это называется велотрек в Крылатском. Очень атмосферное, спортивное место. Ну, на самом деле, еще можно на улице, естественно, бегать. Мы с Сашей периодически встречаемся, но когда хочется тепла, когда дождь идет, нафига. В общем, я еду в Крылатское. Так, нужно еще не забывать, что у меня карту надо чистить. В общем, когда я раньше тренировалась велосипедными гонками, я туда ездила смотреть, как ребята выступают. Вот, так что, короче, поехали, покажу вам. Мне хочется вам показывать много всего интересного. На велотреке, наверное, вы не часто бываете. Старенький он, конечно, капец. Но пойдем посмотрим пока через окно. Ностальгия, конечно, сумасшедшая. Ты вспоминаешь, как ты, как маленький, сюда приезжал с кем-то. Ну, то есть я же из Зеленцова ездила. И вот сюда, куда-то в Москву нас тащили. Смотреть. Либо как они тренировку проводят, либо какая-то у них гонка. Значит, там и у нас есть и бегуны, и теннис, и где толпа людей велосипедных. Вот они. Вот так. Александра, Александра. Что, тебе нравилась песенка? Привет. Я же не Александра. Александра. Итого у нас 600 рублей, полтора часа. Ну, так, да. Если ты захочешь побегать длительнее. Ну, как, да. Относительно ЦСКА. Что же это делать? Ну, да. Откуда стартовать увеличивается на 50 метров? Это, короче, геморрой какой-то. И плюс они такие, до 400 часов работают. До 400 часов. А дальше оттуда. И постоянно у них какие-то соревнования. Да, у них эти мужики, которые там соревнуются. Ой, сейчас. ну и собственно ой как я люблю ну скажи честно говоря вот мои пусечки бегают все бегают ой в форме Москва одеты у них что тут контрольное что ли сегодня смотри все в Москве я про них говорила помимо ой помимо себя нога коцаная да Сашки такие же привезли и я не поверить сегодня опять в них вот это у нас короче да ну не что-нибудь вообще можешь хоть там рука ну как нормально ты здесь 200 от стекла профессионально выбиваем дверь если вам надо выбить дверь обращайтесь пожалуйста к Анастасии да ручки работают стопы работают отлично стопы как работают вы какая молодая ну что это была неправильная нога оп-оп-оп на резок ускорение ручки держи мы закончили нашу тренировку и что я хочу сказать вот у меня бывают такие моменты когда ты смотришь у кого ты хочешь спросить а мы как сюда попасть можем а мы можем или вообще не можем сюда могут попасть кто угодно вход стоит 600 рублей полтора часа и каждые дальше 30 минут по 200 рублей поэтому если вы хотите начать бегать но вот зима и будет холодно пожалуйста манеж он общедоступный молоденькие такие зелененькие хорошенькие и Сашка не познали не познали они тягости этой жизни и Саш такой пойду скрипеть а можно реально переименовывать да тренировка у меня разъем сзади тебя дети береги их да ну вон беги догоняй смотри какие красивенькие можешь поднять есть манеж еще на ЦСКА он просто невероятно древний я мне кажется раньше в Алугах его показывала там сдают нормативы пожарники МЧСники еще кто-то с такими вот эти старые номера на веревочках там просто ужасно и пахнет печалью не знаю как объяснить а здесь прям вот очень много молодых три атлеток тренируется именно молоденьких ребят и вот ну и там лет по 18 по 16 тут моложе у них прям жизнь кипит и теннис и велосипед и бег ну короче мне здесь намного больше нравится поэтому я говорю Сашка давай в этом году здесь ехать мне примерно столько же я запуталась ай-ай сейчас так вот ехать по времени мне примерно столько же что туда что сюда но приятнее намного по атмосфере именно здесь я сейчас еду домой у нас логопед английский бла-бла-бла а вечером мы с вами идем на светское мероприятие да меня сегодня позвали на бьюти тусовку всякой интересной косметики так что за долгое время сегодня впервые выбираюсь попытка номер два они сели заниматься и меня отпустили пробежаться в соседний магазин за попыткой пальто сейчас я с вами устрою мини-примерку ой а мне вот такое нравится ну вот мое которое тоже видите катушки какие-то и вот тоже черное я хочу но это точно такой же материал который скатается серый мне нравится конечно этот цвет но это не очень да рука бы нормальная да и ничего особенного просто нормальная под желточек под пердочек косяк пальто в том что они все не чувствуют себя живые и мне не нравится не знаю что расположение какое-то а у меня какой самый маленький 48 28 ну я давала шанс этот цвет мне конечно очень нравится но что я не люблю в пальто вот это вот ой они хоть не блестят а то еще серебряные бывают вот эти вот кнопочки мне не нравятся ну собственно нет вышло сейчас читаю комментарии сразу отвечаю максимально сколько могу и там опять комментарии что видели меня бегающие в центре за этот месяц меня видели уже миллион раз и я вам честно говорю можете мне тормознуть я с удовольствием остановлюсь крикните мне я правда часто в наушниках могу не слышать но в целом целый месяц меня можно отловить вот за шагут вы молодцы прям вот как просила так себя и ведете если я не пальто то самое невкусное место странное место флотфорта это центральный рынок мне он не нравился никогда давайте шоколадная паста и шоколадная паста и шоколадный шарик вот я не получил Герман в школе получил три пятерки я должна сыграть хорошую маму у меня ушло блин я не могу ручку закрыть ногой привет привет сися привет на не си открывай это мне мое 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 вот так мы живем это это мое мне вам оставить мааааа ну оставь это не мое это мне вам ну кто и Сергей там будет достать смотрите я девочка мне во-первых надо вкусненькое кушать привет я просто по дороге придумала что можно тебе за пятерки взять но мне мне ну нет я во-первых по телефону сказала вам да Робик да стой дай маму фоткать я не фоткаю я вас снимаю как вы пробуете дай ну дай им попробовать одну иночка какой одну и тебе и робочка и лапочка робочка и лапочка робочка лапочка робочка и все тебе Глеб на и маму так вот тихо тихо нет я не ем но у вас еще другие люди есть это еще смешнее я пришла домой подарила детям пироженки там что-то поговорили с ними а сейчас я вспомнила что у меня на одно мероприятие и у меня на Валборис пришла маечка красивая боди я бегу его забирать мне надо помыть голову и через полчаса выжать вот вообще знаете что я в брюках в брюках прям как есть так и побежала и в брюках Пятьдесят, тридцать, четверо. Все. Степень моей собранности. Я прям в нем пошла дальше домой. Блин, думаю, я поняла, что у меня опять нет вещей, и что мне надо опять шутиться. Потому что так-то все красиво, но все, кажется, будет сочетается. Видите, сколько я перемерила? Мне все не нравится. Пошел. Тебе сделали? Нет, они очень классные. Ты можешь со мной... Не-не-не, ходи-ходи. Они очень классные, просто вот чуть-чуть. 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 Вот так я сегодня буду выглядеть. Мне кажется, я очень хорошо собралась. Блин, а зеркало я так и не помыла. В общем, немножко опаздываю, но хорошо. Какие-то, знаете, какая одна, какая вторая? Это не бьет никто. И не бьет никто. Но это там будня, это говорит амбурня. Я вообще не поняла эти брызги. От них всецело зависит то, как ты воспринимаешь действительность. И последние тенденции в уходе за кожей. От чего зависит твое восприятие реальности. Ощутить цвет. У нас либо не дали в туалет. По-другому не умеет. А что ты разкидала свое? А теперь реальность, как это выглядит на обратном пути. Я сюда ехала по жутким пробкам. Поэтому обратно я решила ехать на метро. Ляпа в руках, чтоб не улетела. И подарки. Это очень крутой крем. И вот именно его я скоро буду вам разыгрывать. Так что он просто супер. Я его тестирую уже где-то 3 месяца в стиках. Сейчас я покажу. И потом разыграем. Так всегда жалко. Такая хорошая прическа. Я уже приехала. Сейчас хочу умыться. И с вами есть кое-что обсудить. Что для меня важно. Во-первых, супер. Я давно не встречалась с девочками. Вы так видели, да? Душевно с ними болтали и рассмеялись. И момент, который меня очень всегда удивляет в людях. И расстраивает. И немножко злит. И вводит в транс. Сейчас я умолюсь, переоденусь. И уже с вами на эту тему поговорю. И покажу, что вам мне подарили. Знаете, что самое еще обидное? Что я вот это никуда не делась. Я так хочу спать. Все надо убрать. Максимально уютное, домашнее. Нам с вами очень надо обсудить тему общественную. Потому что мне прям хочется это в массы пустить. И я это уже обсуждала не раз. Но надо периодически повторять. В общем, меня жутко потряхивает, когда в общественных местах, допустим, кафе, свадьбы, короче, когда у вас общественный стол и много всякой еды стоит, и рядом стоят ложечки, вилочки, под, не знаю, там, щипчики. Люди берут руками. Я не понимаю, зачем. Вот объясните мне, это лень. Это вообще нет никакого стеснения, уважения к другим, ничего. С чего сегодня было? То есть общественный стол, на котором принесли горячие, принесли креветки, еще что-то. То есть иногда вообще на таких мероприятиях чаще всего все порционно делается. Там одна стеклянная кейтеринг приезжает, одна стеклянная баночка, и в ней там что-то лежит, и ты ходишь спокойно. Но была такая огромная плошка с креветками, короче, одна, один такой поднос с креветками, и подходит девушка, и женщина, не, не девушка, она подходит, берет тарелку и вот так вот руками кладет. А я стою с Риткой, с подружкой, вот этой блондиночкой, стою и прям вслух, знаете, обсуждаю, некрасиво тоже делаю, вслух обсуждаю, говорю, а зачем брать руками? Дождитесь, не, кстати, я не Ритке, я ей сказала. Я говорю, почему нельзя дождаться щипцов? Эта женщина слышит и говорит, я ничего дожидаться не буду. Очень грубо она сказала, и она берет, и вот эти вот креветки руками. Рита удивленная на нее смотрит, говорит, это же не, как бы, это не культурно. Она говорит, мне похрен. И меня это очень сильно удивляет, и чаще всего я встречаю это в отелях. Я не знаю, с чем это связано, почему люди себя чувствуют. И еще один раз натыкалась, когда в Турции, опять-таки, на общественном столе подходят пиццы. Знаете, вот пиццы делают, и люди приходят, и вот так вот рукой кусок этот берут. И я прям помню, как человек, который готовит пиццу, и отдает, кто-то тянется руками, и он отодвинул ее, но он же в перчатках, он отодвинул ее и дал щипцы. Руками берут арбузы, чаще всего какой-то вот фрукты. Я не говорю единичное, то есть я не до маразма, что нужно взять яблоко зеленое, там, щипцами, нет. Именно то, что прикасается к другому. Я надеюсь, вы поняли мою мысль. Честно, я сегодня была расстроена, это была женщина взрослая, и вот они все как дикие налетают на эту еду. И я нормально отношусь, если ты голодная, я тоже голодная, дай боже, но культура-то остается, и мы не, ну, как бы, объясните мне. Все, я вам высказалась, теперь с чистой душой могу ложиться в баиньки. Вот. Спасибо большое, что классно себя ведете с влогами, что ставите пальчики, что комментируете. Вы меня прям три дня, я полноценно существую, мне очень нравится, у нас с вами только начало, уже даже не середина, и по первым отзывам я понимаю, что вам кайфово, хотя действительно, я снимаю каждый день, рутина, ничего такого, естественно, не происходит, но, как есть. Все, спокойной ночи, у вас там доброе утро, добрый день, а у меня спокойной ночи, привыкайте.